140 спортсменок и 6 команд. В ближайшую неделю Чулябинск будет жить водным полом. Спорт для Южного Урала не новый. Златоустовская «Динамо Уралочка» известна далеко за пределами России. Медали с золотым отливом ждут от девушек и на предстоящем турнире, тем более что в придачу к ним вручают кубок. Награду сделали златоустовские мастера. Дизайн эксклюзивный. От основания вверх взмывает рука, которая держит мяч. С мяча и руки стекают капли воды. Основной металл – это латунь и наши основные покрытия, с которыми мы работаем. То есть это никелевое покрытие, это золотое покрытие. Именно за этот трофей в бассейнах «Строитель» и «Уралочка» развернется битва. А началось все полтора столетия назад. Игра под названием «Водное поло» была изобретена во второй половине 19 века в Великобритании. Прототипом игры выступила регби. До середины прошлого века «Водное поло» могли играть только мужчины. И лишь в 50-е годы «Водный занавес» приоткрыли для женщин. Тогда «Слабый пол» показал всю свою мощь. В России в лидеры сразу выбились девчонки из провинциального златоуста. К сожалению, хоккейной и футбольной славы «Водное поло» пока не приобрело. Но у него на лидерство есть все шансы. Игра очень простая и, самое главное, малозатратная для родителей. Нужно приобрести лишь купальник. Есть! Сент-3 один! Есть! Хорошо! Ближе! Ближе! Правила игры тоже незамысловатые. Во время матча ватерполисты могут использовать только одну руку для того, чтобы удерживать мяч. Обеими руками разрешается играть только вратарю и только в зоне возле ворот. Встреча состоит из четырех периодов, продолжительностью 8 минут каждый. Жители Челябинска и Златоуста ждут сразу пять игровых дней. За медали будут бороться сразу две наших команды. В Челябинске – сборная России, а в Златоусте – «Динамо-Уралочка». Спортсменки и тренеры обещают сделать все, чтобы кубок остался на родине. Анна Андронова, Артем Большаков, ОТВ.